Война и мир 16 века. В Сургуте готовится событие, которое по масштабу прогремит на всю страну. Мангазейский ход это знаменитый фестиваль исторической реконструкции. Организаторы и участники иллюстрируют эпоху с освоением сибирской земли в 16-18 веках и строительство здесь первых русских городов Тобольска, Березово, Сургута и Мангазей. Грядущее событие, пятое по счету, будет гораздо насыщеннее, чем в прошлые года. Во-первых, праздник будет идти целых два дня, 3 и 4 июня. Во-вторых, он вышел за рамки территории Старого Сургута. Теперь гостей приглашают в парк за Саймой. В субботу упор сделают на военную историю, в воскресенье на мирную жизнь. Это в какой-то степени дань исторической справедливости, потому что, вот как пишут исторические источники, именно на слиянии рек Бардыковки и Саймы казаки причалили на своих стругах к берегу и начали ставить город Сургут, то есть исторически это место, примерно это место привязано к истокам, самым ранним нашего города, к 1594 году. Проект «Мангазейский ход» уже и сам имеет историю. Фестиваль стал победителем Всероссийской ярмарки, событийного туризма, а также обладателем отличительного знака «Сделано в Сургуте». Участвовать в исторических реконструкциях все чаще изъявляют желания активисты из других регионов. В этом году обширную программу подготовил Омский военно-исторический клуб «Кованая рать». Сургут будет представлять клуб «Северный лев». За воссоздание музыки тех лет будет отвечать группа «Дроллс» из Петрозаводска, Вера Кондратьева из Лентора и Владислав Литвиченко, который сыграет на весьма своеобразном инструменте – диджериду. В концерте выступающие будут использовать точные копии музыкальных инструментов давно ушедшей эпохи. Там будет представлена ярмарка сибирской пушнины, и будет работать впервые мастер, который обрабатывает пушнину. То есть буквально посетители смогут посмотреть, выбрать, заказать, приобрести то, что им пожелается, пометуя о том, что пушнина – это главный, пожалуй, экономический ресурс российского государства в XVI-XVII веках.